Всем привет, я Макс и сегодня расскажу про два очень бюджетных китайских смартфона Первый смартфон это бюджетный Liago M9 По внешнему виду смартфон имеет главное, это новый тип дисплея Соотношением сторон 18 к 9, благодаря чему он имеет размер 5,5 дюймов При небольшом размере корпуса А сам корпус обычный пластиковый разборный На тыльной части также расположился сканер отпечатков пальцев Который работает стабильно, но как и обычно у бюджетников медленно Что касается производительности, здесь бюджетный 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 и 2 гигабайта оперативной памяти Это дает смартфону стабильную работу в играх, хоть и на минимальных настройках Также в браузере и в соцсетях стабильная производительность для бюджетного класса Прошивка работает нормально, не глючит, программы запускаются Все как обычно для супер бюджетника Аккумулятор здесь на 2850 мА, его хватает на один день точно, при обычном использовании Если смотреть на нем беспрерывно видео или играть, то смартфона хватит на 3-4 часа По основной камере здесь 5 мегапикселей и данную камеру конечно же нельзя назвать лучшей Но функции камеры для супер бюджетника выполняет Для фотозаметок более чем предостаточно А при записи видео все работает хорошо, не притормаживает Фронтальная камера обычная, для скайпа сойдет, есть даже вспышка В итоге что мы имеем за 70 долларов Это главное крупный дисплей и относительно его небольшой размер устройства в общем Производительность здесь минимально хорошая, ее также хватает Также функциональная камера для заметок, но не фото шедевров Есть и 3G и сканер отпечатков пальцев на тыльной части И актуальный Android 7.0 За эти деньги смартфон достоин своей стоимости И как таковых минусов в нем нет Все сбалансировано Ну и следующий смартфон у нас BlueBoo D2 По внешнему виду смартфон имеет металлический неразборный корпус На тыльной части расположилось стекло Также имеется разъем microUSB и 3,5 мм аудиоразъем На лицевой части расположился дисплей размером 5,2 дюйма Кнопки управления наэкранные Что касается производительности В смартфоне установлен бюджетный 4-ядерный процессор Yatec MT6580 И 1 гигабайт оперативной памяти А также работает все это на Android 6 Который сегодня по-прежнему актуальный, но свежим его точно не назвать Данной производительности хватает для нормальной работы самого смартфона Для бюджетника он работает гладко, без глюков По играм, конечно, есть претензии Хотя и любые игры запускаются и работают на минималках Но некоторые из них, более производительные игры, притормаживают Насчет камеры в смартфоне не все так плохо Хоть он и супер бюджетник На вторую камеру вы можете не обращать внимания Она не функционирует Но вот одна камера на 5 мегапикселей хорошо делает фотографии То есть они имеют правильную цветопередачу и нормальную резкость Для супер бюджетника Ну и главное для бюджетника это его аккумулятор Так как подобный смартфон часто берут как второй телефон И хотелось бы, чтобы он доживал до конца дня Так вот, данный смартфон проработает один день спокойно И возможно даже останется на следующий В итоге данный смартфон за эту сумму, а точнее за 60 долларов Или около 3,5 тысяч рублей Вы получите адекватную производительность То есть смартфоном можно пользоваться и он не будет тормозить сам по себе в меню Также внешний вид в смартфоне очень даже неплох для супер бюджетника А также в нем есть навигация, 3G А единственный минус, который я могу отметить Это плохая видеозапись Но за эти деньги данный смартфон точно достоин своей стоимости Если все это вас устраивает, то можете брать Ну а на этом все, спасибо за просмотр Если понравилось видео, жмите лайк и подписывайтесь на канал Ну а также пишите свои вопросы внизу в комментариях Удачи всем и пока!